Всем привет! Только что вышел из учебы, с учебы по немецкому языку. Так, новости последние. Значит, вчера мне написала девушка, ну там семья, которую я встречал, по-моему, недели две или три тому назад в Сарбрюкене. Вот, и они поехали сразу в Лебах. Я не смог с ними поехать, но я их посадил на этот самый, на трамвайчик, на первый. Который до Лебаха идет. А вот, потому что нам надо было там в джоп-центр идти. В общем, вчера она мне уже где-то в обед отписалась, мы с ней созвонились, что ей дали распределение по земле Саар. Не помню, там город как называется. Ну, небольшой городишко, по-моему, там 9 тысяч она сказала. Она переживает, что не будет школы для ихнего ребенка, там и работы. Я говорю, ребята, до вашей работы еще очень далеко, вам надо язык выучить, а это минимум год у вас будут туда-сюда. Так что, и вообще, если даже и работу найдете, там в Сарбрюкене, господи, пару остановок вы здесь. Это без проблем. Лишь бы была у вас социальная карта на проезд, и все будет отлично. Вот, значит, сегодня утром они должны были их перевезти уже, посадить всех, микроавтобусы перевезти. Ну, как нас, вместе с вещами. Обычно такая процедура. То есть, они за день вызывают регистрацию, дают на 4 карту, там, с выделенной землей, с выделенным городом, вернее. Вот. И рано утром, там, в 8 утра собираются, несколько человек с вещами и развозят по этим городам. Там их встречает представитель мэрии Родхауса, и уже дальше там с ними, там, начинает работу. Не знаю, какое жилье там предоставят. Может, тоже или отель, или уже такое частное жилье. Либо с кем-то, либо с немцами, либо с самим приватное. В общем, это, я надеюсь, пусть они доедут. Созвонимся с ними, расскажу. Завтра, наверное. И завтра еще семья, ну, там большая семья, по-моему, человек 5. Ну, жена, двое детей и бабушка. Они сами приехали на машине, они из Донецкой области, но они были год в Польше. Вот они, у них завтра распределение. То есть, завтра они пойдут, им скажут, какой город на земле, либо там другая земля. Ну, наверное, все в Сауэрленде будет. И в четверг утром их, наверное, перевезут. Тоже еще пока не отписывались, не озванивались. А вот, пока что так. Пока что все новости на сегодня. Погода хорошая, все отлично. Наши восточные друзья, как всегда, в 5.30 утра начали курить мне в окно. Мы на третьем этаже живем, повторяюсь. А они на первом-втором. С заразой. Но мы ждем свою квартиру. У нас получение ключей 27-го числа. С первого, якобы, мы должны переехать. Но, естественно, мы не переедем, потому что у нас ничего там нету. Мы, в принципе, то ищем мебель. Мы уже там нашли стиралку там за 130 евро, по-моему. Ну, бэушная, естественно. Там кровать где-то за 100 икеевскую. С матрасом уже. Потому что в Икее это будет где-то, ну, наверное, 400-500 стоить. Если не больше. Вот. Но пока мы не можем купить, пока нам джоп-центр это все не одобрит. Как что. В общем, такие дела, друзья. Ну, и вот. Все, в принципе, все хорошо. Всех целую, люблю. Пока-пока. Украине привет. Чао.